45 дней! Нормально? Да ничего не было. Конечно было понятно с самого начала всем. Абсолютное нехерство, идей никаких. То есть теперь премьер-министр Англии излагает как свое достижение, что озвучила план. Друзья, всем привет. Ну что, на России наконец-то хоть какая-то радость. Лестрас ушла в отставку, и вот есть чему порадоваться в России. Действительно, ну что еще может лучше произойти для них? Значит, они насмехаются над тем, что Лестрас провела на посту премьер-министра всего 45 дней. И для них это показатель. Смотрите, видите, там какой-то бардак. Там меняются премьер-министры. Зато у них все шикарно. Уже четверть века никто не меняется. Сидит один Путин и уверенно их ведет к могиле. Но зато никто другой не приходит на его место. В общем, уникальные персонажи. Я сейчас расскажу подробно о новой радости России и полном ее безумии. А вы, друзья, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, для того, чтобы оно как можно больше распространилось. Пожалуйста, поддержите, помогите мне распространить это видео просто путем очень простым. Вы всего лишь нажали лайк, а уже помогли мне. И не забывайте, что все средства монетизации этого канала идут с Бройным Сылом Украины. Вот только вчера мы передали 10 антидроновых ружей для наших воинов, наших защитников. А в этом тоже ваш вклад, потому что вы помогаете мне распространять видео и подписываетесь на него. И бросаете ссылку другим людям. Для меня это очень важно. Итак, друзья, Ли Страсс действительно уходит в отставку. Это премьер-министр Великобритании. До этого она была министром иностранных дел. Я знаю лично Ли Страсс. И для меня немножко жалко, что она уходит. Это внутреннее дело Британии. Уходит она абсолютно из внутренних вопросов Британии. К Украине это не имеет никакого отношения. В вопросе поддержки Украины объединены все британские политики, абсолютно все, и консерваторы. На конференции правящей консервативной партии я вот недавно был. Имел честь быть приглашенным. Выступал там. И Ли Бористы. И в общем все. Тут без исключений. Но когда уходил Борис Джонсон, большой очень друг Украины, которого тоже имею честь знать лично, было жаль. Сегодня вот уходит Ли Страсс. Но, друзья, мы не... Хочу вам сказать здесь ободряющие слова. Во-первых, повторюсь, кто бы не стал премьером-министром Британии, Британия будет Украину поддерживать. А во-вторых, есть вероятность того, что новым премьером станет Борис Джонсон. Да, наш друг Джонсонюк, как его называют, в общем, реально человек, который очень много сделал для поддержки Украины. И есть вероятность того, что он вернется на должность премьер-министра. В общем, критического ничего в отставке Ли Страсс нет. Но зато этому очень радуется Россия. И, значит, российские пропагандисты решили на фоне своих постоянных поражений. Россия все время у них поражения и проблемы. Но вот на фоне этого они нашли хоть один повод для радости. И они рассказывают о том, смотрите, она была всего 45 дней. Боже, какой бардак. Действительно, не так, как у них. По четверть века сидит одна и та же рожа в виде Владимира Путина. И им кажется, видимо, что это большое счастье. А в мире меняются политики, меняются премьер-министры. Каждый предлагает какой-то свой вектор развития. И это абсолютно нормально. Ну и посмотрите, где Британия и какая-то страна, которую уважает весь мир. И посмотрите на Россию, которую весь мир учурается, как чумной. Но зато у них радость. Вот у них никто не меняется. А вот Ли Страсс ушла. Послушайте Соловьины. 45 дней! Нормально? Да ничего. Как-то было понятно стало. Конечно, было понятно с самого начала всем. Абсолютное не*****ство. Идей никаких. То есть теперь премьер-министр Англии излагает, как свое достижение, что озвучила план. Не реализовала, нет. Озвучила. Помешали же. Кто? Как кто? Кто мог помешать? Она побила антирекорд с 19 века. С 19 века. При этом на самом деле она 44 дня. Да, конечно, был Джордж Каннинг, но он скончался на 119 день. А вот кого действительно сменили, это Робинсона в 1727 году, который пробыл 144 дня. Ну и реально Россия это лучший пример того, к чему вот эта несменяемость власти приводит. И самый лучший показатель того, что власть должна меняться. Вот смотрите на Россию. Ну она реально летит в тар-тарары. И начинается все с того, что у них несменяемый один человек, несменяемый под ним, годами сидят всякие шейгу бессмысленные и прочие. И все это приводит только к одному полному разложению и проигрышу на всех фронтах. Вот посмотрите, газовая тема, энергетическая. Казалось бы, это самая там сильная российская сторона. Но даже это они умудрились проиграть. Вот уже Олаф Шольц выходит и говорит, что Россия проиграла газовое противостояние Европе. И это правда. Потому что мы видим, как Европа переориентировалась на других источники газа. Норвегия, США жиженый газ поставляют, ищут его в арабских странах и решают свои проблемы. И на это ему их ушли просто месяцы, не годы, а оказалось достаточно месяцев. Газовые хранилища европейские заполнены больше, чем на 90%. И уже этой зависимости, которая была от России, нет. А Россия? Ну все, Северный поток взорван. Северный поток два из-за того, что утворит Россия, даже и не запущены, никогда уже не будет запущен. Вот и все. В Европе где-то поменяли чиновника, где-то поменяли свои взгляды, переориентировались и работают дальше. А этот медведь шатун абсолютно бессмысленный, дальше несется в пропасть и все. Но зато у них никто не меняется и это у них большая радость. Сами они уже говорят, что в России уже сто лет ничего не меняется. Как сто лет назад был царь, так и сейчас царь. И все это ведет их к одному, к распаду и полной деградации. А начаться распад России может с Чечни. Послушайте, что об этом говорят сами пропагандисты. Я вспоминаю генштаб 16-го года и что было потом. 1916-го уточняю. 1900, который вообще-то говоря занимался в основном тем, как бы этого царя наконец убрать, потому что надоел. Мне очень не хотелось бы, чтобы то, что нам от небольшого ума рассказывает Болтон, пытались сделать каким-то эффектом в 2022-м году, потому что вообще-то сто лет прошло, а ситуация-то примерно та же самая. Я не знаю, сколько надо для победы, я просто знаю, что если будет поражение, то не будет России. Ни в каком плане России не будет. Ни ее великая история, ни культура, нас с вами не будет. Если мы продолжаем вот так вот действовать, как сейчас, страны не будет, это же надо понимать, а то, что это все будет по закону, это я верю. У нас законы так прописаны. Оно не для того, чтобы толк был, оно для того, чтобы толк был очень конкретным, отдельно взятым людям, в отдельно взятых зачастую субъектах федерации, или в отдельно взятых населенных пунктах этих субъектов. Знаете, есть такое понятие зона комфорта, и чтобы человеку развиваться, из зоны комфорта надо выходить. Надо выйти из своей квартиры, встать в свои кровати, идти смотреть на мир, учиться чему-то новому, прокачивать свои знания, скиллы и прочее. Только так человек движется вперед. То же самое и со странами. А вот эти ребята и сидят на месте, никуда не двигаются и думают, что весь мир будет с ними сидеть на месте. В Украине за 20 лет вот только в этом столетии поменялось сколько уже? Раз, два, три, четыре, пятый президент. А у них фактически один Путин. Ну, Медведева считать не будем, потому что, понятно, этот клоун был просто местоблюстителем. И все. Ну и результаты этого, друзья, мы тоже видим. Поэтому, конечно, мы продолжим развиваться и только так развивается весь мир, как весь цивилизованный мир, меняя политиков, меняя отношения, меняя взгляды на многие вопросы, но не меняя одного, стремление жить достойно, так как живет цивилизованный мир. Ну, а Россию ждет, конечно же, абсолютный крах, и им еще много десятилетий впереди, им учиться демократии, все равно без демократии они ничего не смогут достигнуть, но им нужен большой путь для того, чтобы пройти его, чтобы научиться этой демократии, сменяемости, власти, и только тогда, когда они пройдут вот эту деимпериализацию, они смогут стать государством, которому есть место на карте планеты, а в противном случае только крах и деградация. Друзья, держим строй, пожалуйста, с вас лайк, чтобы поделиться этим видео, и благодарим Ли Страс, Бориса Джонсона, за их работу в пользу Украины, ну и держим кулаки за Бориса, может быть, он и вернется.